Продолжение следует... 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 Я из себя, поднимаю я коря, Девокумом я уру, а я совсем на плаву. Нажимай из ведр больше, газы, нефти, просто воду. Я художник, а не кольщик, и не трожь мою свободу. Чтоб руки меня рушили, свыршила, не волнует. Ты будешь не сливаться, пока стрелу строишь танцы. Я из себя, поднимаю я коря, Девокумом я уру, а я плыву, Девокумом я уру, я остался на плаву. Девокумом я уру, а я плыву, Девокумом я уру, я совсем на плаву. Девокумом я уру, а я плыву, Спасибо. Девокумом я уру, а я плыву, Девокумом я уру, а я плыву, И если общей темы не найдем, Давай систему раздробим, Давай вопрос-то посидим. Давай налью сначала по одной, Накатим сразу, выпьем по второй, По-моему мы друг другу пустим, Давай на просто посидим. Давай притрады разобьем, И с собой кухни не уйдем, Пока друг друга мы, Пока друг друга не пойдем. Давай не делай длиться кирпичом, Не говори мне, что ты не влечен, Давай рассеемся как дым, Давай мы просто посидим. Давай с тобой не просто ты и я, Не просто мы, а мы одна семья, Мы скоро так с тобой скалим, Давай вопрос-то посидим. И с собой кухни не уйдем, Пока друг друга не пойдем, Пока друг друга не пойдем, Давай зеркит, крушит, лапай, Зато друг друга понимать, Давай друг друга будем, Давай друг друга уможать. Спасибо. Следующая песня, вы знаете, о чем? О том недуге, с которым мы рождаемся, И с которым мы умрем. Этот недуг, Я вам сказал, даже это какой-то баг, Как, знаете, в компьютерном языке, Называется лень. Мы все ленивые, Мы не можем себя заставить что-то сделать. Всегда на конфетах, как привожу пример, Банальный будильник. На смартфоне ты нажимаешь, Он тебя будет, И там есть такая кнопка, Типа, попозже, отложить. Лично я два раза нажимаю на такую кнопку, Хотя могу сразу, в принципе, Встать и пойти какие-то дела делать. Но нет, мы все ленивые. И следующая песня называется «Лень». Зашел я из дома, И мне некуда идти, Я опустошенный, Не могу себя найти, Не хочу я разбираться, Не пусть и даже ста раза, Чтобы уйти. Я вас всех счастливей, Но я вам не покажу, Мир вокруг красивый, Но я вряд ли подхожу. К вашим меркам и повадкам, У меня свои порядки, Я лежу, Я лежу, Не летят и тут, Когда Время льется никуда, Юбилея я дождусь, И на бок перевернув. Я амбициозный, Мне почти все по плечу, На своем диване Оставаться я хочу, Рудоколик, Я бывалый, В этой жизни я пожалую Пробущу, Пробущу Отношения и друзья, Увлечения и семья, Президента я дождусь, Вместе с ним заупозьмусь. Отношения и слова, Давайте вместе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, не мне вам рассказывать, с чего начинаются отношения, значит, сначала симпатия, спасибо большое, сначала симпатия взаимная, потом увлечение, потом конфетно-букетный период, потом секс, потом любовь, и результатом этой любви является кто? Ребенок. А дальше что происходит в семейной жизни? Бытовуха, все верно. И вот бытовуха – это такая штука, которую нужно уметь пережить. Если вы ее вдвоем не пережили, то вам до конца вы не дойдете вместе. И, соответственно, что происходит? Люди начинают ссориться, расходиться, разводиться, а ребенок остается где? Посередине между папой и мамой. И чувствуют, что ему времени никто не уделяет. И как-то уже вроде как-то и семья вроде неполноценная, и психологически у человека что-то уже в голове начинает неправильно закручиваться на те гаечки. А потом что происходит? А потом происходят опять конфетно-букетные периоды, но только у каждого на своей стороне люди начинают заниматься поиском собственной любви, собственных отношений, соответственно, в общении тратят свое время и энергию на ребенка. И ребенок это очень сильно чувствует. И у меня такая ситуация была, как бы все песни про ситуации из моей жизни. Я решил написать об этом песню, и так как у меня дочь зовут Маша, я написал эту песню от лица девочки. «Мир так создан» называется. Год за годом, день за днем, я теряюсь мысля. Год за годом, день 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 за годом, Мир посоздал, видно звезды, но плохие сняться сны. Только грезы тают слезы на воздушке у стены. Слезь летит назад, но моим мыслям вышел. И сейчас, поверь, потом, каждый раз я слышу. День окна, вы не одни, и горят в глазах огни, а в моих глазах давно печаль. Я мечтаю и не знаю, где-то жизнь, что я ищу. С каждой взрослой будет поздно, в одеяло прокричу. Первый класс давно прошел, детский мир давно ушел. Здравствуй, взрослая моя, ты жизнь. Нас свечены, просто с неба, все проблемы в глазахи. Нас на полной, нас все сны. Субтитры создавал DimaTorzok Любите своих детей. Даже если у вас нет, они обязательно будут. Иначе, когда вы стараете старые, никому не нужные, вам даже никто кружечку водички не принесет. Спасибо. В какой-то тупиковой ситуации, вы просто в тупик, вы не знаете, что делать, и у вас появляются депрессивные мысли. Мой вам совет, возьмите что-то новое для себя, откройте это для себя, занимайтесь этим, попробуйте в этом преуспеть. И у вас точно не будет ни одной секунды, шли какие-то депрессивные мысли. И следующая песня называется «От судьбы не убежать, так уползти». «От судьбы не убежать, так и у вас есть». Ветер перемен, паруса освоит и быстро на тени. Иногда, чтобы поднять себя с колен, нужно встать и заставлять себя идти. Нужно врань и заставлять себя идти. Вопреки, привозки, делай так, чтоб не сломал, но попусти. Пережди, воскреши, на судьбы не убежать, так и у вас есть. Пережди, воскреши, на судьбы не убежать, так и у вас есть. Верности до с Alaska. Офигенный след! Отправляйся, и в немедля вражевать. Отправляйся, и в немедля вражевать. И Не думай свою горьи заливать. Я прикип, ты мазкип, Делай так, чтоб не сломалось по пути. Ты не жди, поспеши, От судьбы не убежать, как уползи. Я прикип, ты мазкип, Делай так, чтоб не сломалось по пути. Ты не жди, поспеши, От судьбы не убежать, как уползи. Я прикип, ты мазкип, Делай так, чтоб не сломалось по пути. Ты не жди, поспеши, От судьбы не убежать, как уползи. Все же. Спасибо. Вы знаете, есть такая профессия, психолог. Вообще неблагодарная по моему профессия. Особенно в СССР. Потому что, я скажу, почему я СССР, потому что я оттуда родом, вот, и всегда, когда в СССР тебе требовался психолог, все считали, что ты псих, как бы, это совсем разные заболевания, вот, поэтому никто не ходил, никто не ходил, я думал, что я псих, что я пойду психологу, короче, зачем мне это радость, чтобы все обо мне потом думали, вот, на самом деле, очень хорошая профессия. Мне даже это немного жаль, потому что, когда приходит тебе человек и вливает всю вот эту грязь свою, ты, как бы, должен все выслушать, впитать себя, разобрать на молекулы, а потом собрать таким образом, чтобы человеку стало проще, легче, наверное, и тем самым он, наверное, подлечится немножко. Так вот, давайте, поиграем в такую игру, я, вы психологи, а я приду к вам, я ваш пациент, все расскажу, все, что меня бесит в этой жизни, вы это все впитайте в себя, кладете домой потом, что вы с этим делать будете, я уже не знаю, это не моя проблема, в принципе. Следующая песня называется «Противно жить не запретишь». «Противно жить не запретишь». Когда на твой день рождения родные желают гранит и огранку Когда душа нараспашку в нее, как мишень, кидают взрывчатку Когда ты умираешь, врачи с гипократом спасаются взятку Хотите знать мое мнение, но пройти на жизнь не запретишь Терпимо, когда друзья отписались, не больше места Когда думать в эстакраме, когда на федеральном Вдруг изменения в спортивной программе За короткое время, и вдруг стал негативом, противно Когда уже не вернуть то, что он прощенном миром Хотите знать мое мнение, но пройти на жизнь не запретишь Терпимо, когда стоишь с под луна и недосберенно Оно невыносимо, когда самый близкий мне за мной Вам знает, где в жоп тебе спил Хотите знать мое мнение, что жизнь приучает терпению Никто не ждет осуждения, ведь кругом одно одобрение Ведь противно жить не запретишь Противно жить не запретишь Противно жить не запретишь Спасибо На самом деле, просто побольше хороших дел И все будет гораздо лучше Все от того, что мы сами не сплоченная нация Мое мнение, вы можете с ним не согласиться Есть другие национальности, которые по одному свисту Из кустов убегают порядка столь человек И решают вопрос за пять секунд У нас такого не будет никогда Потому что мы воспитывали по-другому У нас другие сказки были Например, первая сказка «Емеля ездит на печке» Это, блядь, кара Он даже дрова в нее не кладет Он просто халява Ему в баржопу тепло У него все хорошо И его по лесу возит печка Это сказка для детей Которые потом должны быть успешными Вторая сказка Это «Закинул мужик невы в море» Вытащил золотую рыбку А бабка ему говорит «Хочу быть владычеством морской» Ни хера делать-то хочу Как бы Учиться на владычество морскую я бы пройти то, что не хочу А просто хочу, чтобы ты пошел И сделал так, что я сказал Вот Третья сказка «Щуха в ведре» Какого хера вообще Она должна желание исполнять? Не понимаю Вот Благодаря этим сказкам В принципе Может, они хорошие, конечно Но Мы не сплоченны Мы хотим, чтобы Наша жопа была в тепле Чтобы мы были подальше Моя хата с края Ничего не знаю И, соответственно Ну, например, сидите у окна на водоконнике Там есть батарея теплая И смотри через окно Что происходит на улице И ты находишься в недосякаемости Поэтому ты защищен Вот именно поэтому У нас все и происходит плохое, на мой взгляд И следующая песня называется «Смотрим из окна» «Смотрим из окна» У экрана все давно сидят Собственно, ваят И хоть хоть и ребят Все за батлом И теперь следят А потом в комментах Бьются все подряд, воюют все подряд. Мы давно свободны, и цель у нас одна. Выйти поскорее из литератического сна. Но мы не едины, цель так далека. Когда в ход идут дубины, смотрим в из окна. Смотрим в из окна. Все купили фарту и молчат. Ну а свечники давно шли отсидят. Чувствия нет, будешь виноват. Тем слабим прикладом, и нет автомат. Послушный автомат. Мы давно свободны, и цель у нас одна. Выйти поскорее из литератического сна. Но мы не едины, цель так далека. Когда в ход идут дубины, смотрим в из окна. Мы давно свободны, но смотрим в из окна. Я и ты свободны, но смотрим в из окна. Всех рукам свободны, но смотрим в из окна. Смотрим в из окна, смотрим в из окна. Спасибо. Проходите почаще на улицу, потому что нужна ваша помощь. История, как эта песня вообще появилась. Есть... Сейчас я сформулирую, подождите. Значит, один раз я получаю вконтакте спам письмо, где написано, не хочу ли я пройти участник в конкурсе, в кастинге, на реалити-шоу. Назвали им «Союзники». Был такой реалити-шоу. Вот. Я ехал в репетицию со своими друзьями, подумал, что о, прикольно. А что? Короче, взял аккаунт из ВК своей бывшей супруги, поставил в ответку и сказал, что вот мы пар, как бы у нас мы подходим. Под условия надо было быть в разводе, чтобы мы маленькие были. Вот. Мы пошли на кастинг. Значит, сначала я звоню своей супруге бывшей и говорю, там, привет, ну так-то-то-то-то-то. Я уже договорился, как бы нас уже все позвали. Я ей потом ставлю уже перед фактом, чтобы меньше вопросов было. Она говорит, ты ебану, ты. Чего ты делаешь, у меня там, типа, новое отношение, у тебя, говорит, тоже. Я говорю, ну, блин, жизнь одна, давай попробуем. Почему нет? Ну, проходим все кастинги, значит, и попадаем на это реалити-шоу. Пробыли мы там совершенно недолго. Выкинули нас оттуда на третью неделю. А дома нас ждала дочь, которая очень сильно переживала, потому что родители поехали реально состязаться и получать приз в размере 10 миллионов рублей, который падал на счет дочери. И по истечении 18 лет дочь могла эти деньги забрать. Вот. Моя фамилия Метель, у моей бывшей супруги фамилия Бобровская, поэтому мы свою дочь Машу называем Бобровская Метель. В этом зале находится еще одна пара, которая участвовала в этом проекте союзники. И выгнали их гораздо позже. Они вот сидят вот за этим столиком. Они живут в вашем городе. Мы с ними познакомились. Я очень рад их видеть, что они пришли на мой концерт. Это для меня такая неожиданность. Спасибо, что пришли. Итак, Бобровская Метель. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 кто был в Санкт-Петербурге вы знаете Санкт-Петербург самый такой красивый город где разводятся мосты все классно туда очень хотят попасть парочки особенно девочки которые мечтают о том что их парни им делают предложение в Санкт-Петербурге около вот этого моста разведенного и так далее песня не об этом песня о том чего я вам на самом деле не желаю в Санкт-Петербурге как могла бы уйти два билета на двоих с тобой шепот в ухо я лишь только твой но совсем напрасно верим мы в то что так давно друг в друга влюблены а я на вертолетах по набережной не поймем как могла ты уйти а я на вертолетах по набережной а я на вертолетах по набережной сигареты кончились давно Отражение спящего метро Скорит мне, что больше нет тебя Следом за тобою растворяюсь я Ты тобой на быстром сорсане А я на вертолёках под набережной А помады следы на стакане Развелись, как мосты И теперь я не твой Грациозно красивой походкой Торопливо идёшь, чтоб кого-то найти На море прыжки, сидя я с лодкой И не поймём, как могла ты уйти Не поймём, как могла ты уйти И не поймём, как могла ты Домой на быстром сорсане Мы не поймём, как могла ты уйти А помады следы на стакане Мы не поймём, как могла ты уйти Грациозно красивой походкой Мы не поймём, как могла ты уйти На море прыжки, сидя я с лодкой Мы не поймём, как могла ты уйти Ты домой и на быстром сорсане Мы не поймём, как могла ты уйти А помады следы на стакане Но мы не поймём, как могла ты уйти Грациозно красивой походкой Мы не поймём, как могла ты уйти На море прыжки, сидя я с лодкой Мы не поймём, как могла ты уйти Санкт-Петербург. Хороший город. Меня, знаете, нас всех позакрывали. Та работа, которой я занимаюсь, в принципе, вообще обнулилась. И ее просто не было. За четыре месяца я заработал 17 тысяч рублей. Потратил, наверное, 250. Они как бы закрывают, открывают что-то там. Более того, я живу в области московской. И для того, чтобы мне попасть так, как я безработный, соответственно, нужно было какое-то приложение скачивать на телефон. Там какие-то надо было свои данные все. Почему-то, зачем-то. И кому-то это все дело отсылать. Для того, чтобы просто выехать из собственного города и поехать в баску. Там, не знаю, за продуктом или еще зачем-то. Это можно было делать всего лишь два раза в неделю. Две поездки было. Все остальное, либо ты официально должен устроен быть на работу. Ну, и ездить, сколько влезет. Если нет, то каждая камера, которая на скорость, она читает номера. Если у тебя в этот момент приложение не работает, где у тебя написано, что у тебя 12 часов на поездку есть, 5 тысяч штраф. Вот один мой знакомый из Московской области в Москву съездил за 45 тысяч рублей. Ладно, это не самое плохое. Мы в пандемии сидели дома и ничего не делали. И я такой думал, о, классно, классно. Это мотивация. Надо что-то делать. Что же делать надо? И дочери с вами говорю, как раз она у меня тоже была в эту первую пандемию. Потому что, ну, что там, в Москве делать, в принципе, город душный. И я дочери говорю, слушай, клево. Я говорю, обещаю, что я буду делать каждый новый день, каждую новую песню. Я ее придумываю, я ее прямо дома записываю и выпускаю эвакаду ее в интернет. Сколько я песен написал? Одни. Две. Две, реально. Дальше, дальше стоял. И дальше я собрал все манатки и поехал на дачу бухать и жарить шашлык. Все. В принципе, как и все остальные. Но, к чему я это? Пандемия заставляет обращать внимание на всякие вещи, на которые мы не обращали внимания, пока ее не было. Что, чаще всего, мы теперь начали делать после пандемии? Умираться на улице, а сейчас не мыть. Все просто. Ну, мыть руки. Друзья, надо мыть руки. Мы начали мыть руки очень часто. Так часто я никогда не мыл руки. Вообще, мне кажется, я столько и так и столько не мылся, сколько я мыл руки в своей жизни за эту пандемию. Но, опять же, не об этом. Нам на подъезд наклеили листик А4, в котором был так напечатан красными и черными буквами, чтобы было видней, что в нашем подъезде находятся зараженные ковидом. И мы начали не только мыть руки, мы начали мыть ручки от дверей, мы начали мыть ботинки, полы, короче, и все мы, мы все мыли просто. А это просто шутка, видимо. И одна из этих песен, я вам сейчас ее исполню, она называется «Я умываю руки». Я даже сексист научился на поле. Музыка. 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 Касаясь я помыл года опять Помыл волы в квартире И помыли в сортире Хочу помыть соседей, что мешают спать Уживник месяца Начальник полица Работник месяца Работник месяца А я что? А что я? Ой, а что? Я умываю руки Я умываю ноги К лицу не прикасаясь Я помыл года опять Помыл волы в квартире И в ванной в сортире Хочу помыть соседей, что мешают спать Что мешают спать Я умываю руки Я умываю ноги К лицу не прикасаясь Я помыл года опять Помыл волы в квартире И в ванной в сортире Хочу помыть соседей, что мешают спать А ты что? А что ты? А что ты? А что ты? Ну а ты то что? Спасибо Но осталось совсем немного терпения Существует одно слово, оно состоит из шести букв Это слово ждут от вас Ваши близкие, родные Все те, кому вы его очень редко говорите Это слово Состоит из букв П-Р-О-С-Т-И И называется оно Прости И наверняка вы тоже ждете От своих родных и близких этого слова Может быть вас кто-то обидел когда-нибудь Или забыл извиниться И у вас постоянно крутится в голове эта ситуация Вам дико неприятно Постарайтесь Почаще Говорит это слово И тогда Мир станет Проще Круче Веселей И красочнее Эти шесть букв Длин Отлично Выход Уживите Дом 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 Не напрасно бьется сердце Держи камень на плечах Когда никуда не дерься Стоит вспомнить о словах Созданных из моря звукам Созданных из чьих-то страз Буквы пользовать наукам Подбирай что в самый раз Эти шлифы могут Все изменить сразу Как только мы сможем их прояснить Снести И если вообще любит В силу любви Умерит Значит всегда Можем Сказать прости Сказать прости Ненадолго в этом мире Можно в арт А можно в крае Кто напишет на мошкине Буквы Буквы Есть И мы Веждаем Дети Сказать прости Сказать прости Сказать прости ЩП Дети Сказать ее Сказать Сказать К Сказать Ёвер Сказать Ведь если вообще не любит, в силу любви верит, Значит всегда можно сказать прости. Сказать прости. Сказать прости. Сказать прости. Сказать прости. Спасибо большое. Ну и перед заключительной песней я хочу вам пожелать всего самого наилучшего вообще в жизни, не в этом году. Чтобы болезни всех обходили стороной, чтобы работа была не напряжной и желательной не на дядю, а на себя. Чтобы деньги у вас были постоянно, чтобы вы могли позволять себе все, что захотите. И запомните, жизнь одна, другой не будет. Поэтому если вы хотите ее прожить так, как вы хотите, живите как хотите. Не мешайте только другим. Вообще, жить надо в кайф. Жизнь одна, чтоб наслаждаться. Не напрягаться. Жить нужно в кайф. И ты со мной падать темноты. Забудь работу. Не отдыхать. Не отдыхай. Не кричит на рвоты. Злой начальник что-то на своем напряжном никому не важно. Не слеза прогресса довела до стресса. Ничего. Зато растут в продаже. Жизнь одна, чтоб наслаждаться. Не напрягаться. Жить нужно в кайф. Жить нужно в кайф. Жить нужно в кайф. И не отдыхать. Жить нужно в кайф. Всего пусть раз в полгода, но нам две не делим. Есть еще больничный вариант отличный. За свой счет все нервы на пределе. Жизнь одна, чтоб наслаждаться, не наприкаться. Жить нужно, кайф, денег всех не заработать. Долой, свободы, себя спасай. Давайте кто лучше, славьте, беспокой. Жизнь одна, чтоб наслаждаться, не наприкаться. Жить нужно, кайф, и со мной под эти ноты. Забудь на воду и отдыхай. И отдыхай, и отдыхай, и отдыхай. Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Сережа, по-моему, я Метель. Мы с вами будем в районе Метель. У меня есть одна большая традиция, я ее всегда исполняю по окончанию выступления. Подождите, пожалуйста, не расходитесь, вы в ней будете участвовать. Я просто хочу выиграть за ваше здоровье, за то, что вы сегодня сюда пришли, послушали меня, познакомились. Я лично каждому подойду и чокусь. В этом и заключается традиция. Спасибо. Ваше здоровье! Спасибо, Сережа, будьте здоровы! Все! Браво!